Секрет против Альянс 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 Если они продолжат так делать Продолжат тренироваться То они могут в там высокие результаты Слушай, ну это как раз то, чего не хватает во многих коллективах Да, мы можем говорить о том, что есть какие-то суперзвездные игроки Которые керят свою команду Но не хватает стабильности Вот того самого баланса Дима, как ты думаешь Секрет ли успеха Альянс Будущего, возможно, в том, что вот как раз Они весьма сбалансированы И такой целый коллектив Ну, секрет успеха в Лоде Который является тренером Все-таки этот игрок в свое время показывал шикарнейшие результаты Он как раз знает, что такое командная работа Когда мы с ним играли на лиге IHCS Он прекрасно ходил общий язык с любым русским игроком То есть он мог легко подстроиться И выполнить абсолютно любую роль И я бы сказал, что вот Лода помогает им сплотиться вместе Они как раз прибавляют То есть если посмотреть на них сейчас И три месяца назад, когда вот только началось все это дело Ну, просто... Нет, два месяца назад То сейчас просто небо и земля Это две абсолютно разные команды Ну, Лода — это душа Организации, да, альянс, команды Поэтому, наверное, это закономерно Как вам вообще его тренерские качества? Не только вот как наставника Или вот помните, мы обсуждали, да, что есть тренер, который ментор, да Который поддерживает боевой дух И есть тренер, который больше концентрируется на игре Вот Лода, какой тренер? Я думаю, он более ментор Ну, потому что он, ну, всегда не очень много там времени Именно относился к каким-то там стратегиям и так далее Всегда в командах за него очень много решали Я играл тоже с Лодой как раз-таки одно время Ну, это было давно, там, 10 лет назад Но он очень мало времени как раз вот с пиком и так далее Стратегиями делает Может быть, сейчас это изменилось Мы просто не знаем, да, как там все в команде происходит Но вот именно в плане общения Вот, как Дима сказал, он очень приятный человек Он может найти как раз общий язык с любым И вот он, мне кажется, держит состав Ну, в плане дружелюбности там друг к другу Чтобы хорошо ребята к другу относились Когда мы дойдем уже до драфтов Лода же принимает участие, да, в самом процессе драфта Ну, конечно Кто является капитаном команды Alliance сейчас? Я, честно, не помню Честно Ну, то есть, скорее всего, вся ответственность будет лежать на лоде, да, сейчас? Или... Нет, есть координатор в команде Именно драфтер Потому что, ну, периодически лоды там не бывает И так далее Вот, он не всегда за них там драфтит И так далее Потому что, ну, не всю жизнь же они на буткемпе живут Они могут там из дома играть И лода там может, да, присутствовать в тимспике Но не всегда будет клавиш нажимать Поэтому, честно, не помню Кто у них там драфтит По-моему, Тайга, да? Ну, там, как бы, я тоже не особо слежу за этой командой Но я могу сказать, что то, что коронка у какого-то игрока есть на время пика Это говорит только о том, что он пикает То есть, капитан, координатор Этими товарищами могут быть совсем другие люди Например, вот в Virtus'ах Многие говорили, что у них соло, допустим, находится на пике И он пикает А конкретно игровой колер Один из, это Рамзес Который постоянно говорит, что ты из серии Давай сюда, давай сюда, давай сюда И, в общем-то, очень много действий происходит В начале игры это очень много было таких коллективов Допустим, вот старый там Очень старый состав Team Empire Там был когда-то именно Silent там играл Спрашивали как раз, кто у вас в команде капитан В каком-то из интервью Вот, потому что драфтер был один человек Все как раз остальные были люди из команды То, что Silent Вот, и когда они там популярны были трипл-лайны То Silent там принимал решение как раз-таки из-за суппортов Как ему удобнее стоять, как с суппортом двигаться Обычно это суппорты делают Они приходят, как раз-таки направляют его в первую позицию А тут наоборот было Вот его первая позиция Он говорит, от пуль Мне сейчас удобнее будет стоять Вот сейчас тут не пуль И, в общем, вот эти все какие-то действия именно он исполнял И так же дальше по игре Я как бы еще сидел за ними почти весь четвертый International Когда они приезжали выступать И там еще было видно, что когда, допустим, сидит Resolution в Миде Вот он сидит, у него свои дела 15 минут он никого не трогает Все решения по поводу перемещений Принимал Silent на легкой Если саппорт уходили, то дальше уже просто говорил ПКД One Score И All is Wanna Fly Вот они вдвоем просто говорили абсолютно все Двигаясь то на центр, то на легкую, то на сложную В целом, как бы, тут много решает Это такой пример Ну, трудно сказать, что там в Альянсах Потому что они очень долгое время были в тени Довольно-таки недавно собрались Долго тренировались Да, выступали они перед International Но все равно на эту команду внимания большого никто не обращал Поэтому сейчас как раз будем заново, я думаю, в этом сезоне с ними знакомиться На последних больших ланах, да, они присутствовали Но больших успехов там не достигли То есть 9-е, 12-е место на последнем мейджоре в Куала-Лумпуре В Гамбурге тоже не все получилось Но сейчас они обыграли уже OG Или, в принципе, это нельзя считать как уже результат Потому что OG сейчас все-таки немножко в таком состоянии Новый патч, новый игрок, непонятное состояние Они как раз после International, я думаю, в себя пришли Там, понятное дело, тренировались какое-то определенное время Но все равно к Пайкату нужно привыкнуть Потому что Пайкат очень специфический игрок Вокруг него очень трудно строить игру И как раз, как мы говорили уже То, что с этим парнем У ни одной команды в мире на протяжении 10 лет не было результатов Ни у одной Почему? Был результат, первый лан за 10 лет выиграл парень на Starluder Какой? Да ладно, а за кого? Ну, Optic Gaming Optic Gaming с PPD Ладно Optic Gaming с PPD, да, они выиграли Знаешь, как четырехкратный чемпион Starluder, да Заявляешь, что да, а вот это результат Вот этим стоит гордиться Сейчас не о Пайкате Я надеюсь, что у нас будет возможность ЧОГ обсудить Когда-нибудь мы посмотрим их матч на протяжении всего Всех квалификаций региона У нас на другой стороне есть команда Secret Во главе с Пупеем То есть у нас будет тоже такое противостояние Двух мастодонтов Доты Пупей против Лоды как тренера, да, можно так сказать А вот сейчас нам показывают, собственно, результаты команды Team Secret Их последние матчи Последний матч, который вот снизу самый мы не берем, это Кула-Алумпур Это прошлый патч, это финал как раз мейджора Который против Virtus.pro Поэтому вот эти три матча на новом патче мы как раз будем рассматривать Против Gippo Maniacs Какую связь вы видите между этими драфтами? Мы видим ВД, да, в двух пиках? Ну, первый матч тоже смысл обсуждать Потому что мы уже вот эту стратегию обсасывали, наверное, 150 тысяч раз Это Магнус, это Фантомка Это от чего, скорее всего, избавляться будут Это, да, это будет Размен, Избавление Ну, посмотри, тут то же самое Здесь Магнус, Фантомка Здесь Oracle Вот если приглядеться, Oracle регулярно появляется у Alliance Это кто? Virtus.pro, по-моему, тогда пикали Кто это? Кто-то пикал Oracle? Уже вылетел все Нет, именно Магнус и потом Oracle Да, возможно, возможно Oracle очень круто заходит Реально, под него Сейчас, наверное, один из самых популярных суппортов, который есть Очень хорошо он сейвит Earth Spirit тоже Есть, да, вот Earth Spirit Я вообще плюс и респект Которого мы так ждали Плюс и респект Ну что, друзья, наконец-то мы видим, что стадия банов и пиков началась Это значит, что мы будем сейчас активно анализировать Минус Фантомка сразу от Team Secret Пупей решил избавиться и не повторять ошибок команды OG Которую она совершила буквально час назад И минус Рубик от Alliance Наверное, это тоже весьма предсказуемый бан Ну, это тоже самый популярный герой, который сейчас уходит именно на первую стадию пика Ну и плюс есть кому играть на Рубике в команде Secret В дивизионе плюс в том, что сейчас они посмотрели первые три региона Вот они увидели фактически все вот эти вот баны, которые уже под конец были как под копирку сделаны Там Рубен, Магнус, Фантом Ассасин, Брюмастер, что-то в этом роде И, скорее всего, где-то с завтрашнего дня все баны будут похожими Потому что, в общем-то, к Мете уже многие подготовились за последние три дня Да, наверное, тяжелее всего было командам, которые играли Юго-Восточная Азия, Южная Америка Ребята вообще ничего особо не понимали, что происходит А европейцы, видишь, уже смогли что-то подсмотреть Даже у СНГ, да, вот в первую очередь Я вижу Таска, Оракла, Дума, может быть, какого-то на первую стадию Потом Шаду Демона, вот таких вот персонажей, именно, с которых распик можно начать Акс, тот может заходить, опять же, Даззл, который тоже у нас популярный Но это, опять же, с Аксом нужно быть осторожным всегда Тоже мы обсуждали уже неоднократно, потому что можно ошибиться Взять этого на фестпик Даззл и сразу в лицо получить Акс-эффект Сейчас как раз идет обсуждение Будет ли бан какого-то Акса или нет Да не факт Может быть, бан Магнуса Магнус, да, еще тот же самый Магнус у нас пули остался Вот Акс, как раз все Акс Это значит, что, будет Даззл? Это Team Secret и сами себя, на самом деле, в ловушку могут загонять Потому что фестпик все-таки Альянс, и они могут с этого Даззла начать А Акса уже не будет Хорошо, от чего избавляется Альянс, как вы думаете? Что у нас там еще есть из самого популярного в банах в последнее время? Сейчас лучше всего самый популярный оставить себе, поскольку фестпик у Альянс Я бы таск убирал бы Лучше всего рвать кого-то и забанить что-то на... что заходит Team Secret Но вкусный герой нужен Альянс Бремастер еще забыли про этого уже героя Вот Магнус для Альянс уже как-то улыбается, потому что Рубена нет Ферстпик у них, и под Магнусом можно много героев набрать Ну если сейчас не забанят Сикрет То у нас еще кроме Магнуса осталось Даззл, Даззл, Магнус, два пика У тебя Рубена нет, у тебя нет Акса И Сикрет, по-хорошему, можно не банить ни одного, ни второго То есть если заберут, например, Магнуса, то у Сикрет всегда будет какой-то Даззл И Даззл помогает как раз пережить любую инициацию от Магнуса Как бы герою дается Грейв, потом он каким-то способом выходит из драки, отличивается и возвращается в Б Минус Магнус, но предсказуемо Решили они обрубить все эти наши фантазии На самом деле я бы от Даззла все равно не боялся бы Ты такой герой, против него много можно агрессивных персонажей набрать Поэтому может быть даже и байтит на этого Даззла Ну из Сикрет в пуле есть кто? Зевс, они очень хорошо, он очень хорошо разваливает Даззл У них там и Эмбер Спириты, и Админдваны, и Тимберы, и Инвокеры И если появится Даззл, то в лейте все это может закрыться магическим уроном Может быть мы сейчас Оракла увидим от Альянса на первый пик? Может быть Оракла Вот если... Ладно, сейчас посмотрим первого героя, посмотрим какая ответка будет от Сикрет Есть Оракл, есть Таск, есть Лундруид И вот этих трех героев можно на первую стадию забирать Есть тот же самый Даззл, да, от него можно отталкиваться Ну я скажу, что Лундруида понерфили То есть ему там много чего изменили Он сейчас, ну, как бы хороший герой, но явно не ферс пик Ему там очень многие, ну, обилочки срезали Из Висп Геррокоптер? Ему и Армор, да, ему как бы и Армор срезали Ему и Атак Спид убрали с этой штуки дополнительные таланты То есть там теперь не 120, по-моему, а 80 Потом некоторые таланты вообще полностью переделали И сейчас Лундруид, он где-то хорошо заходит на 3-4 пик Но на первую стадию он такой прохладный Мне не нравится Висп Геррокоптер Ну, реально, их уже обыгрывают все, кому не лень Я бы Таска забирал против Виспа, Геррокоптера И, может быть, Мирану какую-нибудь Это герой, который будет уходить, красота, Теганга, всех Ну, вот Этику, на первую стадию просто будут забирать Эти не стесняются Эти двух коров прям забирают на первой стадии И все окей, пацанов Лундруид, в принципе, потому что он популярный Ну, реально, Ниша на нем очень круто играет А Морф, потому что на перспективу Если сейчас, это байт на Геррокоптера Такой, чтобы ты поменял кого-то с героя Потому что если ты возьмешь Геррокоптера, Морф будет превращаться в Геррокоптера И Флэкеннон просто всех расстрелит с бешеным уроном Бери Геррокоптера Тебя вынуждает просто Это, типа, next level Ну, на шаг вперед просто Климент зашел сейчас И вот будет Альянса думать А нужен ли сейчас этот Геррокоптер? У меня все мысли об УД То есть, понятное дело, что Лайнс просто его возьмут Но у меня все мысли об УД, который очень хорош против Морфлинга Ошибка Ошибка ли это? Дима, ты согласен, что... Ну, для Лайнс, по-моему, пока это не особо ошибка Потому что они с этой связкой наверняка играли много Они умеют играть этой связкой И вряд ли они сейчас будут в первом матче пытаться изобрести велосипед Сначала они проверят свою дефолтную стратегию Если они сработают, то потом они что-нибудь изменят Хорошо Сейчас настало время второй стадии банов Что же мы увидим от Альянс? От чего нужно избавляться теперь? Контроль Нужно убрать все, что контроль это держит на месте Нос-дазл Я бы убрал какой-нибудь Skyrass Magia Опять же, мы видели в предыдущем матче, как Сикреты умеют с этим Skyrass Magia играть Минус Леон В ПМ сейчас как-то страшно, мне кажется С хороших тройках остался Кентавр Вот Кентавра еще можно убрать, чтобы он не напрягал Станом Вообще контроль нужен для одних и для вторых И вот я бы сказал, что Кентавр здесь заходит и другим Но Альянс с Рейдхантером, по-моему, не играли Вот я там смотрел по пикам, вроде у Тайдхантера не было А вот Team Secret с Тайдхантером играть вообще не стесняются Если игра затягивается, если там 30-40 минут То герои аресуются долго И почти на каждый замес имеется реведж Я бы от Таска забрал на месте Team Secret И против Calm Down хороший подсейв Сноубол можно спрятать И на самого гирокоптера в БКБ есть управа И если ты захочешь фокуснуть в Виспа Ты на него можешь закатиться, как раз таки весь фокус по нему дать Никуда не уйдет Потому что ты через всю драку катишься Без каких-либо проблем в Сноуболе Тебе никто дэмэдж наносит Ты до него добираешься очень быстро Я бы взял Alliance Таска Он просто скатывается в медведя с кем-нибудь И медведь фокусится Ты не можешь сейчас Таска взять, потому что ферспик будет и Сикретов Я в курсе Но если будет шанс, его лучше забирать сразу Очень хорошая четверка Андайнг, герой такой на самом деле Стоит ли его банить сейчас более сильным Обсуждаем персонажей более сильным Этого Андайнга даже уже не берем Потому что реально он приседает Герой приседает Он не может попасть в этот темп Который сейчас в современной компетенте в доте играется Он просто не успевает Он вначале, он не мобильный Он вначале постоял, подекейл кого-то Но сейчас настолько сильные герои уже на линиях стоят Что они этого Андайнгу убивают И он становится там без левела и без всего Им доминация нужна Ему Андайнгу самому нужен этот сноубол А дальше, когда в мидгейм игра переходит, он бесполезный становится Здесь еще имеется игрокоптер, который может просто бить тамбу И параллельно бить всех героев вокруг Поэтому очень странный бан от Alliance Тем более О, Shaker Тут уже прям напрашивается Таск или Кентавр Прям один из двух героев Нужен Alliance Один из лучших Shaker в мире будет играть у нас сейчас Будет исполнять Это закрывашка для Виспа Это и обзор Гирокоптера Виспа Очень опасно прилетать, пока у Гирокоптера не появится Блэкинг Бар Туда просто рвается Shaker Закатывается Morph Виспа вырубается сразу и остается один Гирокоптер Научились играть против Виспа Гирокоптера уже тягу Это не то, от чего хочется именно отталкиваться Потому что ты сразу и раскрываешь У тебя суппорта нету, да? У тебя есть суппорт, который привязан и у тебя керри Ты сразу показываешь этого керри Да, это будет Гирокоптер Против Гирокоптера 150 тысяч сразу Ты можешь брать инфестбомбы старые добрые Вспоминать с ластиллерами и так далее В общем, очень много сайленсера вот эти Которые глобалом закрывают, не дают тебе прилететь Значит тебя вынуждает сразу бегать с командой пятером У тебя есть вот такие герои, как Шейкер, Акс, Кентавр Которые просто будут прыгать на то место, куда будут прилетать Или просто убегать с тампидой и так далее Вист Гирокоптер, ну сейчас тяжело им играть Очень тяжело Раньше, да, раньше было круто Сейчас не то То есть Alliance как-то проводят драфт немножко старомодно, если так можно выразиться Старая связка, еще и баны сомнительные Просто классика Не адаптируется Вист Гирокоптер Только теперь вот они думают, а чем мы драку начнем Вот кто закатится Ты голосовал за Кентавра, да? Да, ну нужно на ком-то подъехать к лондроиду Вот он стоит далеко, у него высокий рейндж Нужно вот добраться до него А Спирит, а Спирит? А? Это суппорт, я говорю сейчас о каком-то герое вот таком Который поможет всем добраться А у них добираться будет Санкинг Альтернатива, окей Хорошо, что от Team Secret? Живой саппорт нужен Любой вообще Пич? Популярен У них так хорошо прям пик вот сверху уже смотрится с этим Шейкером Он и инициирует Он, если что, и подсейвит кого-нибудь фиссуркой На линии стоит приятно До того же Оракла можно забирать, на самом деле Неплохой герой будет Шейкер будет бегать и ромить Оракл там с тем же самым морфом Могут над верхней линией стоять спокойно Против Испагера Коптера И никаких проблем не будет А снизу у тебя будет стоять Шейкер плюс один тоже какой-то герой Сверху вообще так, если подумать Вот Оракл он появится И Столько магии И все это контрит с одним спелом Да Рывается Сенкин, герокоптер с висплом Просто вешается один спел Допустим, на Морфа Он переживает прокаст Идет, разваливает Но это Кристал Мейден Да Такая уже забытая всеми Да, мы ее не видели, мне кажется Давно ее не было Два урона и добавили Два Два мовспида добавили Было бы профитнее Каждым патчем все сильнее Ну, рейджевой саппорт Вы просили Ну Такойся Морфлинг Будет рад, конечно, мани Шейкер тоже будет рад мани Но нужно на чаю пережить Ну, вот Климент Он тоже Раздрафт делает Нет, что брать Сильного персонажа Потому что Оракл Он реально мощь Что он тебе помогает Ну, у него сильные заклинания У него ультимейт есть Он здесь очень хорошо заходит Фейт Эдиктом И Феллз Промисом Потому что не работает Вообще практически ничего Ни магия не работает Ты еще сейвишь Очень круто А ты берешь Crystal Maiden Вот эта слабая Crystal Maiden Просто булку с маком Которую съесть хочется Интересно у тебя фантазии, Сергей А чем он руководствовался? Как ты считаешь? Почему она? Думана Бегает Там тоже всех замедляет Дизеблет Ну, он любит Crystal Maiden На самом деле Периодически она берет И периодически Ну, это Crystal Maiden Встревает И ему не хватает Пятого персонажа на карте Вот Когда драки там будет проводиться Вроде триггера первых нормальные И он будет на них рассчитывать Что Тамор будет играть На 125%, 150% И Лондроид будет играть На 150% И считаю Отсутствие Crystal Maiden Не будет так сильно влиять Хорошо Снизу у нас появился Котл Что скажете об этом выборе? Ну, есть шарик Тот самый Необычный Вместе с Виспом Да И как-то вот против Морфинга И Лондроида Он не так эффективен У них слишком высокий атак спид Лондроид вообще стоит далеко Если появится шарик Мишка его просто будет избивать С рейнджа И убивать довольно-таки быстро То же самое касается Морфинга Особенно если у Морфинга Будет Блэкинг Бар Не Блэкинг Бар И Дрэгон Лэнс Сейчас Морфинга собирает На регулярной основе Поэтому И так атак спид у него добавится И Лондроид собирает Дрэгон Лэнс Вот этот шарик прям Не знаю Вот он неплохо смотрится Допустим Против Фантомки Допустим Она на кого-то прыгнула Просто поставила там шарик Ей нужно переключаться на него И уже как-то не прикольно Поскольку она Ну должна свитчить таргеты И при этом Ей нужно будет бегать Пока Блинк в КД А здесь два стрелка И вот против двух стрелков Котел Он имеет такую Среднюю эффективность Вкратце Котла работает хорошо Против лишников Да Прям вот идеально Хорошо Минус здесь Минус стоит Хантер И Нага Ну снизу Мне вот Очень не нравится То что тут появляется Вот Нага еще Это соло-миддл Нага будет По-моему Вы критикуете Да Обычный вариант Знаешь маловато станов Вот очень мало станов Против Морфлинга То есть в принципе Если Морфлинг все сделает правильно Он тут может соло выиграть игру Ну на самом деле Здесь симпатично смотрится Потому что Нету здесь Против Наги Прям как-то Жестких каких-то героев Да там Лондроид Соберет себе Рано или поздно Мьолнир Да Есть Шейкер Но Все Как бы на этом закончилось Ну Морф там будет Наверное Ну от Шейкера будет зависеть Это наверное единственный плюс То что иллюзии Хорошо заходят Еще плюс Их очень трудно пропушить Иллюзии Наги Рассказ Сэн Кинга Котел с волной Гирокоптер закидывает И это очень трудно пропушить Но Секретом сейчас лучше пожадничать И просто взять Лейт То есть какой-то уверенный Лейт Который убивает Нагу И заставит Алайнс Подниматься на хайграунг Секрет Кто это есть Есть у тебя в команде Такой игрок Как Мидван И у него есть Супер сигнатурный персонаж Это как Эмбри Спирит Да И он идеален И он в пуле Он просто идеален Здесь нет Магнуса Но здесь есть Эмбри Спирит Но это Бристалл Бэк Тоже мы не часто его видим Мне кажется На промерной политикации Это уже купеется Своими инновациями В целом Бристалл Бэк смотрится достойно Против Наги Какой здесь Эмбри Спирит Если у тебя уже два кора На первую позицию У тебя все-таки Морф и Лондруид Если ты возьмешь третьего И еще Эмбри Спирит У тебя просто фарма На карте не хватит Видишь Пупей подумал Все верно Все правильно Итого Давайте подводить итог драфта Кто одержал победу В этой стадии игры Вообще пик лучше Мне под Кристалл Мейден нравится Это Ласт Пик Бристалл Бэк Это хорошая такая линия готовая Вот как раз таки Вот это Кристалл Мейден То что он на перспективе Я уже думал Мне кажется на этого Бристалл Бэка Мне первый все-таки Драфт больше нравится И Морф, Лондруид И Бристалл Бэк Танк очень мощный Который будет идти вперед И впитывать вот эту всю шнягу От там Герокоптера И так далее Я все-таки на секретов поставлю Да, Морф против одного Стана Сенкинга Я за Морфа То есть главная проблема Альянса Что они не взяли Достаточное количество контроля О котором ты говорил Моловато И хорошо Какая игра у нас будет? Быстрая? Или затянется до 60? Должна затянуться Три по 60 у нас будет? Или две по 20? Не, должна затянуться Потому что подняться На хайгра вот сложная 30-35 минут И я думаю секреты Должна эту карту забирать Хорошо, друзья То, как это будет на самом деле Мы узнаем совсем скоро Потому что команда готова Я желаю вам всем Приятного просмотра И передаем слово Нашим комментаторам Это Друг и Форс Спасибо большое Студия Аналитики Все верно Друг и Форс Мы готовы врываться На этот матч Продолжаем смотреть За европейским противостоянием Все так же В рамках Чунсен Мейджора Привет, Никита И еще раз всем привет Дорогие зрители Ну привет Ну привет Ну привет Давай посмотрим Я, честно говоря Так Мельком смотрел Как играли OG Я практически был уверен То, что сегодня Мы посмотрим Вот такой долгожданный Матч секрет OG Секрет, который Рвали и метали На последних Крупных лан-турнирах И OG Чемпионы Интернешнала Восьмого Такой весь В хорошем настроении Значит Пришел работать А тут бах Альянс И я, честно говоря Даже не знаю Как к этому относиться То ли Альянс стали невероятно Хороши То ли OG Как-то стали слабее В любом случае У нас победители Вот этой пары Это значит То, что они Более достойны Выступать в этом матче Я надеюсь Что у нас Не будет здесь То же самое Что и в СНГ регионе Когда Virtus.pro Вот так вот всех Всех до них Шлепали Ну да Почти Вот только В последний игровой день Пангольера Дали бой И в принципе Гамбиты тоже Достаточно неплохо сыграли Пускай и две карты всего Но они были интересные И очень забавные И любопытные По поводу OG Конечно события Все равно были против команды OG Так или иначе Вы во-первых Не играете очень долго И не имеете практики Компетити Во-вторых Вы играете с новым игроком С новым исполнителем По сути Играете с заменой Я не знаю Сколько они его анонсировали За два дня до турнира Поэтому очевидно Не так много С ним практиковались Поэтому Не знаю Все по-моему Закономерно Альянс Шаг за шагом Через маленькие турниры И через крупные Конечно же Турниры Через мейджоры Набирают форму Этот коллектив За ними очень приятно Наблюдать По-моему Лода говорил Может Где-то Месяц Три-четыре назад Что вот Текущий состав Альянса Через год Будет настоящей Тер-1 командой Я пока Нет у меня повода Усомниться в его словах То что я наблюдал В исполнении Альянса Ведь год еще Далеко не прошел Именно Но пока все нормально Пока действительно Практика позитивная И видим что Альянс Одолели OG И вполне заслуженно Хорошая уверенная команда Мне безумно Импонирует Тайга Парень который Даже несмотря на все нерфы Один из немногих Несмотря на все нерфы Эрспирита Продолжает им играть Я удивлен что Здесь мы в драфтах Не увидели Этого героя Кого сейчас очень сильно апнули На самом деле Именно А там Да он действительно Он вот этим униженным Эрспиритом Играл и выигрывал матчи На моей памяти Очень много сыграно Но он реально Очень хороший Четверка Лично мое Сердечко точно украл Четверка команды The Alliance По линиям Собственно Все вы видели На своих экранах Центральная линия Будет Morph Против Наги Достаточно интересный матчап Битва в рейсбендов Морф посильнее Наверное будет Ему чуть проще Ластхитить Но Нага Суперлейтовый герой В Южной Америке Мы уже видели Его парочку раз На кор позиции Но там Южная Америка Это не показатель Мощи Или слабости героя Наоборот Нормальные команды Ну как бы Суперсильные команды Могут этим героям Невероятно много Сделать на карте Очень много И я думаю Что у Alliance Должно получиться Медведь кстати хорош Я так подумал В перспективе против Сэнд Кинга Ты ведь Савидж Рором Просто выгоняешь Из Сэнд Сторма Сэнд Сторм заканчивается Ну да И так сильно ты не почилишь Это правда Сэнд Кинг очень стал Опасен на линии Чаще мы его теперь Будем видеть Точно он очень стойкий Во-первых А плюс у него Вот это Знаешь Песочек этот Ты ставишь Например Сэнд Ревард Для того чтобы его заметить А он ставит свой И топориком Как бы уничтожает Свой И по-прежнему в песке Ты ему можешь Там И ничего не помогает Поэтому Даста Надо против него Таскать Желательно Сэнд Кинг действительно Очень хороший персонаж И при этом Герой плотный То есть это не Баунти Хантер На которого ты Даст потратил Или Рики И убил его С не самым большим Показательным хп Сэнд Кинг еще и плотненький Сэнд Кинг может И пободаться Дать стан тебе в ответ Побить руками И как-то Все-таки пожить В конце концов Он бокси Да Сильно-сильно Страдает Бокси Это первый уровень Сэнд Сторм Понятно что никакого Подкопа нет Но сейчас Бокси берет Второй уровень Блайн и Лайт Инсей не выдает Сильная линия Просто у Сикрет Вот и ЦМК Один из лучших Наверное Вот таких Саппортов С точки зрения Агрессии С точки зрения Наверное Сейва лучше Наверное Какой-нибудь Дазл Или там Ну хотя и Дазл С точки зрения Агрессии Тоже очень хорош Но на втором месте Наверное На центре И на харде И на пятерке Секунду перебью тебя В центре Да, выход Ябзор В невидимости После того Как взял руну Койк ваш Ну по-моему ошибается Да, выходит очень далеко Можно закрыть Но далеко был ниша Решил не тратить Пока фиссуру Надо и Крипчиков сюда Подвести Чтобы Койку убили Его заметили Типнул Ну понятно Что ябзор просто так Не уйдет Он тут напряжение Создает Не позволяет Койке Подойти Но вот Когда там уже Крипчики начали Погибать Потихоньку Ниши А разве он заметил его Потому что подвышку По-моему Ябзор не подошел Я так понимаю Ну что просто так его Типнул Я думаю Вышка его не била В том-то и дело Вышка демиджи не внесла Ну да, но блин Не знаю Может это кстати Ну просто я думаю Прекрасно понял Типа я знаю где этот руг Да, да, да То есть ребята там сказали Стопа Зай сказал Что Точнее не Зай А вот Тайга И Микки сказали Слушайте у нас тут Ябзор куда-то ушел Мы не знаем И Койка как бы думает Ну наверное он где-то Предполагал Койка Прекрасно Он еще так и вниз Мансил поднялся Сори говорит Я не вчера А вот похоже Феросблат сейчас будет Нет Не хватает все-таки демеджа Тайга прожимает Хил Остается Цел ненадолго Феросблат достается Альянсом здесь И Микки Обзор пытается Хоть как-то разменяться Должен будет убить Тизер Нет Не хватает Не хватает ранжей Обзору Это дабл килл Мог бы быть Если бы заласхитил Микки Мне показалось Или он мог дать тычку Перед тем как он Тотем кастовал Он уже Он мог дать тычку Перед тем как дать Тотем Но он наверное подумал Что он не добьет Я не знаю Как тут еще можно сказать И выбрал В принципе самый неудачный Из всех вариантов Ну бывает Немножко Немножко не доиграл По кристалке Мы тоже пару позитивных слов С точки зрения драфта Хочется сказать Когда закрыли все Бристлбэком Вы в итоге получаете Очень сильную неприятную линию Не только с ЦМ Но и линию с Бристлбэком Потому что Брист Он манозависим И при этом у него Достаточно низкий монопул Он немного тратит Но и вот то восполнение Которое дает Кристалмейден Дает гораздо больше свободы И не так комфортно Теперь стоять Мы видели Что с этим Кристалбэком Уже умудряются За Т1 Тауэр Загонять И даже бегать там убивать То что делают Это криво Это уже второй вопрос Посмотрите на тот дэмэдж Который ЦМка дает В ботлайне Приходит с руной иллюзии Видит котла Дает два скилла В него Все котл там Еле-еле живой Если бы не Блайндинг Лайт Так что ЦМку ни в коем случае Нельзя недооценивать Этот герой уже давно не слабый Уже очень давно Его можно пикать И можно играть Вот как только мета 2 на 2 У нас устоялась Тогда ЦМка начала набирать популярность ЦМку да Уже слабой нельзя называть Потому что ее нерфят Понимаешь Вот слабых героев не нерфят Кристалмейден В какой-то момент имба была И за нее борьба была В первых стадиях пика Ну ЦМка была имбой Наверное вот Перед седьмым интернешнелом Где-то вот там В апреле-май Где-то тогда Когда и саппорты тоже были Легко было победить на саппорте И плюс ЦМка была Очень сильным героем Там вот ЦМка Шадоу Шаман Они были вот в ходу Действительно хорошие были персонажи Сейчас конечно уже Чуть посложнее играть Но тем не менее Если саппорт сильный нужен То про ЦМку Нужно не забывать И чаще на нее обращать внимание Ну да Урон новый режет Механика все равно Героя остается такова И восстановление маны Что очень важно Для боковых линий Коллектива Сикрет И сама ЦМка Постоянный спам Ну что ж Немного охладили Свой пыл Игроки под вышки Больше не давят Вверху там Сикрет облажались Решили тоже больше не лезть Лучше стоять Крипчиков добивать И получается это неплохо У команды Сикрет 32 на 20 в миде Стоит морф Нагу уничтожил 18 на 6 Нага Сирена Получается Нага Она силу свою обретает Когда берет Первый дифус Тогда она может В драку прийти Где-то помочь Боксе плохо Там сентри вард Но сам боксе Разрушить этот сентри вард Никак не может Потому что у меня Своих сентрей Скорее всего Просто-напросто нет И приходится ему Погибать Ну да Такая линия Конечно Против лоун друида Очень сложно стоять Я честно говоря Даже не назову Так сходу героя Которую может Лайн против лоун друида Например один на один Простоять на сайд линии Или в центре Ну может какой-нибудь Тимбер Должен сопровождаться Я тебе вопрос На засыпку Задам сейчас И интересно Практику наблюдал ли ты Какую-то В СА регионе Я наблюдал Как одна команда Играя с морфом Они сильно перефармливали Морф себя хорошо чувствовал А в команде соперника Был очень сильный Фантом ланцер И все по сути И морф Собирал дифуза Бабочку Тараску Просто превращался в ПЛ И шел Унижал врага Он собирал точности Те артефакты Которые Интернешнл смотрел Которые должен ПЛ собирать Я вот вообще говорю В дальнейшем Ты практику эту видел Конечно Это один из Наверное немногих способов Как морфинг Может бороться С фантом ланцером То есть если игра Заходит в такую стадию Когда у ПЛ есть артефакты И у тебя на морфе Тоже какой-то Нетворс есть То ты вместо того Чтобы делать линку И пушку Этериал блейд Ты берешь себе Ну может быть линку Но лучше конечно Маску драгон ланц А потом уже там Яша В вопросе современной Наги Которая также играет Через диффузел блейд зачастую Интересно Увидим ли мы диффуза На морфе Потому что ну Схоже Это не столь важно Просто Нага спавнит иллюзии И она делает это Не так часто как ПЛ ПЛ постоянно Иллюзии спавнит И никак Ты не можешь с этим бороться А морфом Ты в принципе в состоянии Как-то вейформ Там пару тычек Туда-сюда Иллюзий больше нет И вот она Настоящая Нага Как бы ты с ней Разговариваешь Что там с ПЛ Так не получается Тебе всю ману Короче Очень-очень сложный матчап На самом деле Для морфлинга Это ПЛ Вот один из немногих героев Который действительно Прям трудности доставляет Ему Весьма-весьма И Такие серьезные Над которыми следует задуматься Но пока мы видим То что у морфлинга Трудностей вообще никаких нет Конкретно в этой игре Он продолжает Перефармливать Нагу В топе Зай Также на жизнь Не жалуется Есть Брейсер у него Есть шестой уровень Там кажется Или Пятый наверное Пятый То есть это херновато Для шестого ему Вот И Шейкер вместе с СМК И тут кстати говоря И для Шейкера СМК очень Подходит Так хорошо Потому что Шейкер тоже герой Который зависит от маны Ему хочется побольше Иметь возможности Кастовать скиллы Подцепили Сэнд Кинга Сэнд Кинг Получает стан Тотем Удар с тотему Кастуется эпицентр Так это уже интересно Но нет маны на подкопку Поэтому тут Все игроки Сикрет остаются в живых Спиридзорда Подтроллил Немножечко Бокси здесь Ну зажали Одним вардом Понятно уничтожили Сэнд Кинга В этой локации Но это достаточно опасно Ты уходишь от линий У тебя нет героев Поддержки На тебя выходит просто Дабла И спокойно Кайтит тебя и убивает Один центряк По сути решил жизнь Сэнд Кинга В этом моменте Но Койква страдает Адаптив страйк Постоянно заливается От морфа Морф с рейсбендами У морфа много Ловкости Дэмэдж Приличный Влетает В Нагу сирену По вардам бегает Поэтому Койква Видит как он Заходит к нему в спину Хочет с адаптив страйка Ему там вжарить Отступает обратно Тяжеловато Тяжеловато Здесь нагиками приходит Снова атака на боксе Мидуан Очень крутой Нетворс имеет Посмотрим в какой билд Он будет играть Тут можно Наверное как играть Через милишного Лондруида Так и через Ранжевика Каких-то там Драгонлендсов А ну вот у него Две маски и ПТ Вопрос о билде Закрыт сразу Ну и плюс он ульт не качает Тоже как бы Это закрывает вопрос о билде Тут же Моментально Ниша вышел на охоту Ниша ищет Нагу сирену Она ушла с линии В центральную линию Перемещается Мидуан И потенциально Можем посмотреть На снос вышки Может такое быть Да Мидуан просто пошел Бить медведя Без крипов Без ничего Медведем бить тавр Т1 вышка Она понятно Очень уязвима Инсения рискует погибнуть Хотел сказать Если корни пройдут Здесь другая рут механика И Пупей Через фрост байт Альянсом Нужно как-то сейчас Перестать резко фидить По всем лайнам Немножечко Аккуратней сыграть Не знаю Может в другую точку В какую-то надавить Потому что Такой комментарий Как аккуратно сыграть Он не работает Когда тебя по всем фронтам давят Что значит аккуратно сыграть Что на фонтане встать Или с вышки Не дефать вышки Что сделать Вообще ничего не делать Нет Что-то делать конечно надо Как-то отспамливаться Как-то экспу получать И на всех этих моментах Сикрет будут стараться ловить Но если Альянс Сделает парочку Каких-нибудь неплохих выпадов Да хотя бы саппортов забрать Это уже даст им Немного времени в мидгейме Чтобы свой хотя бы Уровень получил Коттл Может быть там диффуз на наге Парочка статовых артефактов На гирокоптере Ну и вот уже потом Сон сирены Туда коллдаун Эпицентр подкоп Ульт котла И будут люди умирать То есть комбинация В тимфайте В Альянс очень сильная Ну если посмотреть На Нетворс То мы понимаем Две из трех Альянс проиграли Микки хорошо отстоял В верхнюю сторону Но пока Микки Единственное светлое пятно В этом провале От Альянс Нагу выгнали с миды Нага вынуждена уже Побираться по лесам Ничего не мешает Мне кажется Снести Т1 строение И попробовать зайти В лес Убить эту нагу Просто не выходить В лейт против такого героя У вас достаточно Такой серьезный Темповый драфт Хороший в мидгейме Морф очень опасен Безусловно Лондруид в мидгейме Тоже очень опасен Появятся молнии Появятся там Маломальские артефакты Мидвана И он уже потенциально Будет жестким убийцей Наги надо чуть-чуть побольше Одними диффузами Мне кажется Вопрос не решится Медведь очень силен На любой практически Стадии игры Вот сейчас Если ну конечно Прям совсем сильно Не проигрывает И с ним справиться Будет с Альянсом Очень-очень трудно Тут и Зай Который может Подтанковать И Шейкер Который фиссурой Подсейвит Там замедления много Какого-то бёрст урона Тоже у Сикретов хватает Так что Они выступают На данной карте Явными паворитами С точки зрения драфта Ну не только Точнее не только С точки зрения драфта Но и с точки зрения Вообще в принципе Да С учетом От того как отстояли линии 100% Никто не станет спорить Линии правда за Сикрет Зай пока комфортно Стейд фармит Восьмой уровень Почти девятый уже 0-4-4 Идет Зай Погоди А он просто ульт не качает 0-4-4 Да На восьмом уровне Я когда нам показывали его У него был шестой уровень Я так это Вроде как увидел Но потом посмотрел Что он ульт не вкачал Я подумал На девятом Первый раз на девятом Что он не успел еще 0-4-4-1 Так релокейт Здесь будет попытка Забрать медведя Медведь использует рык Но не попадает Очень нетаймингово Здесь сыграл медван Ракета Но неужели Не хватит мувспида Альянсом догнать Этого лондруида Ракета должна застанеть Сенткинг Вынужден использовать подкоп Чтобы перепрыгнуть Рошпит И тут как раз Этого стана И не хватает шведам Для того чтобы Разобраться с секретами Да Шведам Причем очень сильно повезло Что кристаллмейден Пятый уровень Я видел как пупей бежит И будь шестой Можно было бы сверху Встречать врагов Уже Фризимфилд Вкачает ультимейт На шестом уровне На цемке Хотя у него ауру В три Но может вкачает Был бы один скиллпойнт Я думаю пупей не задумываясь Нажал кнопочку R И потом нажал еще раз Что означает использовать Ну пожалуй Как раз втроем Очень удачно Комфортно на хг Хотели подниматься Засейвили медведя Темп ему не сбили Опа Эхо слэм Так А помощи немножечко А даже не надо Ну тут Инсения конечно сыграл Неосторожно Весьма Было понятно Что как только он его Бландинг лайтом Оттолкнул К пачке крипов То что он сразу же Впишет эхо слэм И убьет Может он думал Что он не прокачал эхо слэм Все таки шейкеры Они жадничают Порой на шестом уровне Эхо слэм не качают Потому что Ну куда ты Ты же все равно Его там Может не дашь Потому что Блнка нет Лучше вкачать Афтершок Для того чтобы Пофармить Да Тут попытка будет Убить Пупея Подходят иллюзии Будет ли прокать Рептайт Там где-то Нага Ну вот он прокать Но слишком поздно Однако демэджа все равно Хватает для того Чтобы Пупея забрать Вот такие аккуратные выходы Да Вот там разменяли В боте котла на шейкера В миде убили ЦМ Где-то лайны Поддавили Не позволяют Альянс Сикретом Подходить Вот прям Наступать по всем фронтам Что называется И выигрывают время За счет этого Морф в миде Прошу прощения Перебью тебя Потому что Ниша Было похоже Что идет убивать Но нет Он просто отгоняет Т1 Просто толкает линию Это Сенчиндьяша На морфинге Вот эта вот Новая Сенчиндьяша Которая Оранжевая Оранжевая Даже не столько Сколько оранжевая Сколько с новыми Характеристиками Она наверное Морфу полезней Чем вот старая У которой мейм был Мейм сейчас убрали Так Вейформ рейндж Что там у морфинга Ультимейт есть Можно превратиться В Сенчинга Копнуть как-то красиво А можно превратиться В гирокоптер Кстати говоря Взять флагкэнон Но драку Никакую Сикрет Не хотят здесь поддерживать Просто выступают Продолжают фарм Ну им действительно Наверное не особо надо Прекрасно понимают Что еще где-то Минут 10 Вот такой игры Какая идет сейчас Там сразу же Слот на Лоун Друиде Слот следующий На Морфе И Альянсу Будет суперсложно С этим справиться Вот Драгон Лэнс Уже есть у Мидвана Ждем молний Ну а Сенчинга Яша у Морфинга Тоже должна скоро появиться Интересно что он потом Купит Вот что забавно Пока планирует Ниша Бутс оф Тревел Покупать для того Чтобы как следует Фармить Но может быть Еще передумает Шейкер очень близится К Даггеру Вот это тоже момент Который стоит упомянуть На самом деле Атаки Сикрет могут формировать У нас появление Даггера На Шейкере Мидван Спирит Линд Прожал Медведем Саведж Рор Отгоняет Главного дэмэдж дилера Но Микки возвращается И урну повесили на Мидвана Молодцы Молодцы Хорошо здесь они играют Очень важные Вот эти фраги Надо понимать Что когда Медведя убивают Во-первых Он там топовые строчки По Нетворцу занимает Соответственно С него Можно снимать Денежки И экспу В боте Немножечко криво Играет Ебзор Фиссурой И опасный момент Сон Наги Немножко выше Нага Поймала Ничего не поймала Это Нагу поймали И Нага решила Нажать Сон Чтобы просто уйти Надо было наверное Хотя бы баунти руны Законтролить За счет этого ультимейта Микки остался здесь один Но виз где-то должен быть Неподалеку Тайга Релакита у него нет Очень сложно бороться С гристалбэком Он начинает наплевывать Серьезно Подходит еще и Ниша Надо срочно спасать Герокоптера здесь Ну Представь непонятно Чем вообще пробивать Ракетка выдается Ниша Со спины Флэккэнон еще не прожимал Нужна команда поддержки Сенжин Яша есть уже у Ниши Он больновато пробивает Флэккэнон прожал В форме герокоптера Стараются снести Т1 Тауэр Удаун на нескольких героев Не больно Не страшно Забирают еще одну Т1 вышку А в это время Сент Кинг Он здесь В драке участия не принимал Толкает верхнюю линию И тут же Кристалмейден Реагирует На это Пупе Отправляется линию Отпушить Шаг за шагом Вышку за вышкой Постепенно Сносят Объективы Но преимущество На самом деле Начинают потихоньку терять 5к было Потом Пару одиночных фрагов Минус 2000 Но сейчас Вроде как понемногу Отъедают С Бристалмейден И правда непонятно Чем справляться В пике Альянс Как вообще бороться Сильвередж никто купить не может Какой-то Не знаю Сильный дизейбл Механики у них нет Типа знаешь Акса Или легионки Которая просто разворачивает Его лицом К твоей команде И ты ему прям По морде бьешь И наносишь Много-много урона Больше вот того У вас и станов Практически нет Тем более Каких-то долгих Напряженных Ну фактически да Тут только сынки С хорошим таким станом Уверенным Можно конечно Еще и нагу сюда Приплести У нее сетка есть Которая Дизейблит надолго Крутиться-то он может Крутишься Поворачиваешь куда хочешь Да Фыркаешь при этом Да-да-да В общем Бристалбека придется игнорировать Надо сначала разобрать В идеале конечно Разобраться с шейкером Вот первого Если шейкера удастся Подцепить Чтоб он и блинксовый Использовать не успел И эхо слэм нажать не смог И фиссуру положить И потом уже как-то 5х4 можно попытаться Там и с Марфом поговорить И с Медведем И с ЦМ А на Бристалбека Нападать это гиблое дело Да, зай Классический Хардлейнер Кримзенгард После этого Худ Я думаю может Загрейдить его в пайп Команда тоже полезен За учетом Прокаста И Котла конечно же И гирокоптера Да, Никки Такой Магическую урону вносит Смотри, билд выбирает То есть он тут Как будто бы не хочет Быть таким главным ДПСером Он берет БКБ Берет Линку Кажется То есть это какие-то Супер защитные артефакты Даже Герои с Серьезным эскейпом Порой не любят Так делать На каком-нибудь вивере Пойди купи БКБ Плюс Линку А посмотри Линка по сути Просто против Морфа Чтобы Морфу не отдавать Морф Чтобы Морф с флэккеноном Не расстреливал Потому что И фростбайт То есть Морф и фростбайт Ну там адаптив страйк еще Но сбивать не так сложно Не знаю Дороговато конечно Но с другой стороны Урон то ему и так Будет буститься На 15 уровне Если Герокоптер покупает Линку исключительно Для того чтобы Морфа законтурить Ну тогда это прям Next level play Если это еще сработает То я снимаю шляпу Перед Микки В таком случае А тут Недостаток урона Конечно может чувствоваться Хочется видеть Планируют Что Нага с диффузами Будет резать героев А Герокоптер Как-то там За счет магического урона Будет нормально справляться Здесь Рошаны забирают Сикрет У них очень много Стойкости Здесь может и Медведь потанковать И Бристлбек Если что Тоже хорошо урон впитывает Тем более с Аркейн Руны Постоянно спамят скиллами Но вот что-то Сикрет побоялись До упора Этого Рошана бить Пробили его ровно Наполовину Отступают сейчас Там Котл поспамил Немного Ну опасненько Скажем опасненько Все-таки ниша Когда бьет Рошана Перекачивается В ловкость Теряет количество Хитпоинтов А там Котел Стоит и кастует За дубку послая Тут наверное даже Не в этом дело Тут напрасно Я о том что Берст демидж он есть Его надо долго Кастовать Но когда все быстро Вливается Когда гира уже Кулдаун прокастовала И когда в тебя Вливается еще и Задувка котла То отморфатом Толком ничего не остается Ты можешь банально Не успеть перекачаться Зай тебя не спасет И все равно Не покидают Их мысли Забрать Рошана Густика Какой-никакой есть За счет Гу Гирокоптер Свистпом в боте Но они при желании Могут релакет сюда сделать И сейчас выход Наги Сирены Если она сможет Грамотно дать сону Наги правда здоровья нет Вообще Вот подрегенится Как-то здесь койк Я так понимаю Ни урна Ни какой-то Ой как же ошибается Здесь Койква Как же он ошибается Но с другой стороны Блестящая работа Дипзора Великолепная фиссура Крайне своевременная Там нага уже Видимо руки поднимала То ли иллюзии С кастик То ли Короче не знаю Может мне показалось Что какая-то анимация была Но факт остается фактом Наги больше здесь нет И пытается еще Медван забрать бокс Бокси прячется в песок Пытается вступить Рашан бадает Эйгис достается ниши Сикрет пытались Кого-то дальше Там прогнать Но игроки Альянс уже слишком далеко А в итоге Весьма просто И нагу забрали Как бы главный герой От которого Хотели играть Но смотришь на фарм Гирокоптер все это время Убивал крипчиков В лесу Гирокоптера Туповой Нетворс На карте Я думаю Баланс все-таки Сместится в сторону гира Если у наги будет И дальше такая неудачная игра То Вис плюс гирокоптер Все равно рабочая комбинация Хорошая, крутая, сильная комбинация И близится к 15 уровню Мики Скоро 15 уровень будет У Виспа Что тоже бустанет его Более-менее Пока Альянс сдерживают Соперника Да Скоро-то может не скоро Но рано или поздно Я думаю Тайга получит свой 15 уровень Потому что игра вроде бы Как тянется То есть она на 20 минуте Еще далеко не закончена Как в некоторых других матчах На квалификациях К мейджору Поэтому Здесь еще интрига Какая-никакая Сохраняется Да, по-прежнему Сикрет доминирует на карте Контролирует ее Собирает баунти руны При желании Очень опасно Куда-то выходить И котлу И Сент Кингу Потому что чуть что Сразу же кто-то там влетит Там Шейкер Морф Влетают Скиллы кастуют И тут же умираешь Но Сейчас с флешбеками Плюс гирокоптер Фармят Причем Гирокоптер фармит Висп на экспес Сейчас Захотятся Байтят Байтят на аркин руну Выходит Тайга Так Нужен наверное Какой-то здесь еще Удар тотемом Но Сбился блинк Спиритами И Шейкер не смог вырваться Как-то продолжить Эту инициацию Не пупей немножко Психанул Ничего Восстановится в следующей драке Инсения Он так безнаказанно Пушит линию Фармит А котлет тоже забывать Не стоит Герой достаточно опасный И плюс Это наверное Один из немногих героев Который хоть как-то Но появляется на линии косвенно Остальные все по лесам Если посмотреть Нага фармит Верхний лес Нижний лес фармит Микки плюс тайга Выход на нагу Выход на нагу Старый добрый альянс Еще со своим старым составом Котл Висп Вот эти вот все Мерзопакостные герои Которые сплитуют тебя по карте Не дают тебе нормально действовать Просто одним мощным кулаком ударить На скане попали секр Действительно Аркейн руна у Шейкера И хэслэм второго уровня Наверняка ищут драки сейчас Сикрет Но вот они подпушили топ Заняли там хорошую позицию Котл туда уже выйти не можно Потому что стоит ему Подойти на расстояние для атаки Так тут же на него влетит Шейкер И Котл не уйдет А Котлу очень важно Оставаться в живых Потому что без него Задефать хайграунд Будет проблематично Да легко забрали вышку вверху Без сопротивления Сикрет И пока продолжают давить Верхний лайн Я так понимаю Они могут просто провоцировать На драку соперника Выход на Бристлбэк А тот поймал сетку Развернулся спиной Пока впитывает урон от Микки Под Кримзонгард Нага рептайт За рептайтом Зай все еще живет Зай старается уйти И Зая можно сейвить Уже команда ряда Микки все еще в Блэкингбаре Мидван отрезан фиссурой Очень неудобно Хотя оранжевой формой Может стрелять по Микки Зай со спины еще Фыркает на Микки В центре события оказывается Мидван И рискует Медведь погибнуть Ниша Превращается Это хороший сон Хороший сон И посмотрите на хитпоинты Бристлбэка И на хитпоинт Марфа Задувка котла Мидван Лоу хп Мидван использует Саведж Рор Старается уйти И уводит основного персонажа Бокси не успевает за Мидваном Правда зацепили Марфа сбили Аегис Бристлбэк тоже Наконец-то погибает И Ниша один против всех Остается и обзор Тотем по трем персонажам Ниша еще одна тычка по тайге Адаптив страйк Летит, забирает его Мидван Даже умудряется Еще какие-то тычки выдавать Все, на отступление Не умерли все Выжили основные персонажи Убей Не основной И отошли На самом деле Я после этого прожатого сна Почему-то думал Что это будет билет в один конец Для Сикрет Они не уйдут Но блестящий Саведж Рор От Мидвана Его просто спасает И его команду Я думал то, что билет в один конец Это когда улетанул Коттл И с эпицентром Залетел Сэндхинг Там возникло такое ощущение Как будто Лоун Друид И Марфа сейчас просто Разорвет на куски Но Ниша успел Начал чувствовать, что его еще сильнее пробивает Потом еще начал перекачиваться Довольно опытный игрок То есть ты не сразу берешь И все свои статы превращаешь В силу для того, чтобы Стать большим, жирным, морфом непробиваемым Но при этом ты сам урон никакой не наносишь Ты понемножечку добавляешь себе здоровья Чтобы при этом еще сохранялся Хоть какой-то ДПС от твоего персонажа Потому что в противном случае Вы потеряете кора Вы потеряете керри как такового Тут бокс подкапывает Бристлбека И забирает у него Ворует, можно сказать Баунтирун Намекнул нам Апсервер на то, что Линкенсфера была У Геррокоптера Да, действительно Морф сбил эту Линкенсферу Я так понимаю Он как раз ультой ее сбил Скорее всего Возможно Ниша не ожидал этого Ну, теперь будет знать Теперь будет превращаться Либо в кого-то другого Либо использовать ультимейт На Геррокоптера Только тогда, когда Кто-то ему эту Линкенсферу Собил Он сам это может Адаптив Страйком делать Не самая важная способность В драке Ниша больше руками вносит Ну, если да Если станет выбор Сбить адаптивом Линку И потом За счет Флэг Кэнона ДПС Внести сумасшедший в драке Я думаю Дело за этим не станет Но выбор будет В пользу Флэг Кэнона Конечно Потому что Адаптив Страйк бьет В одного героя А Флэг Кэнон бьет Вообще во все Что ты только видишь Так что тут Мне кажется Выбор без выбора Как говорится Разве что Можно немного не успеть Знаешь Гирокоптер как-то спрячется В туман войны Или тебя там подстанет Не знаю Всякое бывает В тимфайте Поэтому Конечно Определенные трудности С превращением гирокоптера У Ниши должны быть Ну да И дальше Сразу же бабочку Микки бахает 15 уровень Скорого виспа Гирокоптер станет Значительно сильнее Когда Его получит Долгожданный уровень Да Который будет Добавлять Агонимную тычку Гира Шейкер Идет на двух персонажей Эхо слэм Висп немного в стороне И собьют Нет Нет Не сбили Какие молодцы Альянс здесь Прекрасная игра Прекрасная игра От виспа Наверное Можно Пожурить Людей Сикрет Которые не смогли Сбить этот Вилокей А можно Быстренько Гирокоптера клацнить И пока есть Такая опция Или что ты Я просто Не бросил ли Гира линку Вообще На виспа Потому что Там был Адаптив страйк Там было еще Какие-то заклинания Которыми Можно было бы Зацепить его Я просто подумал Как вообще Висп ушел Из-под всего этого дела Может гира Просто набросил линку В таком случае Хотя Я слышал Звук сбитой линки Но либо с гира Его сбивали Либо с виспа Я до конца Не понял Но если Сделал это гирокоптер То он сейчас Шикарно Альянс очень хорошо Сыграли Вот конкретно В этом моменте Во-первых Распределились От эхо слэма Когда заметили шейкера Шейкер помнит Только в гирокоптере От эхо слэма Бахнул И вот тут же Просто сразу же Релокейт Понимая что здесь Драки вообще Никакой не будет Здесь нас будут Только ногами лупить Поэтому гирокоптеры Увозим Потом возвращаемся Жертвуем своей жизнью Но наш керри Должен остаться В живых обязательно Ну вот Нага потихоньку Качается Конечно Импакта от нее Очень мало Пока мы видим В драку вступить сложно Иллюзии падают быстро Урона наносить Нормально Она не может Поэтому Тараска Нужна Тараска Вот с Тараской Уже Иллюзии будут Более стойкими В драках будут переживать Там прокасты шейкера ЦМки И вот тут-то уже Наверное дэмэдж Должен будет появиться Ждем Ждем следующего Релокейта Я хочу еще одну драку Посмотреть У Альянс Но уже с Огнимным Микки С Микки Которым делает Дополнительные тычки С Микки У которого будет Больше дэмэджа Может быть и бабочка К этому моменту Подоспеет У Гирокоптера Но в целом 15 уровень на Веспе Немножко другого плана Игру Делает для Гира Куда полезнее становится Они пережили первые 20 минут Без потери лайна Без потери Большого количества героев Счет у нас 10-7 И это значит То, что в мидгейме Вот в таком В глубоком мидгейме Тире лейтгейме У них намного больше шансов Как-то с игроками Сикрет бороться Потому что Медведь На первых 20 минутах Это просто машина неубиваемая Ты не можешь его Вообще с ним ничего сделать Просто-напросто У него так много здоровья И Хороший эскейп Вот этот Саведжерор Позволяет просто На него наброситься И одну мощную атаку убить Морфа тяжело взять Бристлбека тяжело взять У Сикрет В принципе драфт Он хорошо построен Потому что он ориентирован И на начало игры И на глубокий лейт Но Альянс В начале игры Вообще никак не могли драться Там нападают Нападают В топе На Инсению Инсению используют ультимейты Нет, тут в том-то дело Что на Лондруида нападали Это был нереально крутой байт Потому что Три героя команды Alliance По лесу уже Стягивались сюда И забирают медведя И не так нужен был сильно Инсению Этот Сейчас прекрасно все понятно уже Ниша превратился в гирокоптера Флэг Кэнон используется Он на Агену Здесь есть БКБ Ниша должен забирать Тайгу Все, Микки уже без Аганима Правда Ниша сам в окружении Нескольких героев Пожали барабанчики Ябзор прыгает дальше Его Бландинлайтом Отталкивают Эпицентр Вот он Пошел эпицентр По Ябзору Но дэмэджа не хватает Ябзор выживает Пупей кастует ультимейт И Сэн Кинг тоже должен умереть Хотя там посмотри Там разобрались С Бристлбеком С главной, наверное, проблемой Команда Альянс Продолжается тимфайт Здесь Мортлинг с ЦМ Вдвоем остались Гонят трех игроков Команда Альянс Адептив страйк от Ниши Хороший Бландинлайд От Котла И Ниша вынужден отступить Ну такое, такое Скользкий такой очень Тимфайт получился В принципе, неплохо для Альянс Медведя, медведя собрали Это очень важно Зая пробили тоже Лондруида убили Бристлбека тоже убили Каким-то чудом там Он быстро потерял здоровье Даже не успел обратить внимание Что его там порвало на куски Потому что с ним справиться очень сложно Ну разве что там По лицу бить дабл дэмэдж в боте Опа Хорошая руна Но ждет Виспай, видимо Да, что Не стал дожидаться Можно было бы законсервировать Этот дабл дэмэдж Если бы Тайга передал бы ботл ему Но, видимо Либо побоялся оставаться там Либо подумал Да, решили не консервировать Да, решили здесь забрать Крипчиков Стаков несколько имеется Еще одна крутая механика На драку для Альянс Если не они нападают через сон А если на них нападают На самом деле При быстреньких руках от Тайга Он ведь может внести дэмэдж Помочь Микке внести дэмэдж Если вы начинаете сильно проседать И проигрывать драку То ты всегда можешь Предтезериться к Наге И выдать сон Что весьма полезно Для твоего коллектива Вы реально восстановите себе Столбы здоровья И вы можете продолжать Удачный файт Да, я думаю Что многие уже даже забыли На что способен Ультимейт Наге Который Аганим приобретает Вот последний раз Мы видели этого персонажа Часто когда была мета Вот с метеоритами Когда вот Нага Была позиции 4 Покупала метеорит хаммер И под сон кастовала И когда игра затягивалась Там можно уже было увидеть Какие-то Аганимы Или там другие артефакты Там может грифзы Или там что-то подобное Вот Но вот потом Нага у нас пропала На долгое время И сейчас мы снова За ней наблюдаем Если Ио действительно Притезериться к Наге Можно будет очень много Стэка восстановить Нападают на Инсене Инсене использует Форстав Хороший бландинг лайт Но он слишком сильно замедлен Не получается уйти Ультимейт еще свой потратил Довольно высокий кулдаун Кстати У этого скилла Он очень крутой Я бы даже сказал имбовый Но там кд По-моему 120 секунд Ну да Порядочно На халявку А за него дают что-то Или нет За шарик разбитый По-моему нет Золота не дают Да никакого Я тоже не обращал внимания И не увидел Что-то какие-то появились циферки Рошан падает Нет котла Который сюда стабильно задувал И не те уже Сикрет будем откровенны Дэмжа гораздо выше ДПС какой-то колоссальный Пурашану вливается Аегис для морфа И Медведь Забирает сырок Хорошо Медведь с БКБ Морф с БКБ Поэтому драться против Снанаги Уже комфортно Внизу сильно пробили Кристал Мейден Но в ответ В ответ В ответ нападают Под собственным шрайн Вот что случилось Микки под БКБ Микки живет Под виспом Расстреливает нескольких героев За его бодиблочи Решили остановить Всех Койква Медвана не отрезает От драки Но заканчивается БКБ И Сделать уже ничего Против Наги не могут Нага просто улетает Со своей командой Я так подумал Кого-то убивали Но это видимо С Нагой С ее иллюзиями Боролись В лесу не получилось Альянс макро Пока переигрывает Соперника своего Тоже очень Вовремя нападают Вовремя отступают Не принимают Вот этих Знаешь Ненужных драк У большого количества Команд Я сейчас говорю Не только О Тир-2 коллективах Тир-2-3 коллективах Которые тоже Играют на Опен-квалификациях Одна из самых Больших проблем У них Они не понимают Когда драку Вообще нужно Ну то есть Она как-то началась Потом разберемся Кто там куда зашел Кто там где загулял Кто там пошел Какие-то варды ставить Или Смоук там заколил Бог с ним Но вот драка Уже началась И тебе нужно Принять решение Либо ты дерешься дальше Либо ты оставляешь Там одного-двух героев Здесь и просто отступаешь И вот у Альянса Этим нет никаких проблем Они очень четко Оценивают ситуацию Нападают на Бристалбек Когда в Бристалбек Окончается вся мана Но очень сложно его пробить Я не удивлюсь даже Если он сможет Беспа тут убить На развороте Своими шипами Очень мало здоровья Остается у Тайга Но он там благодаря Видимо Меке Пережил Такое сопротивление Пару раз надо было Выркнуть Висп едва ли бы ушел Да, почти погиб он Если бы не было бы Меке Или она была бы в КД Посмотри на Нагу Нага уже Начинает работать на команду Это не ультра урон Артефакты на Наге Сирени А Нага решила Сильвер Эдж купить Да, напротив Бриста Будет работать Чтобы больше подобных Ситуаций не повторялось Чтобы у вас реально В траках не умирали Виспы потенциально Только потому Что стояли рядом Да, только потому Что никто не может Эту пассивку срезать И Бристлбек иголками Во все стороны прыскает Ну и пробивать его Очень тяжело Я вот Да Я и зрителям скажу Недавно играл 70-минутку В которой 280к Впитал Бристлбек Умерев всего два раза За игру Ну это Герой Дикий Просто дикий Я думаю Что ни один из других Персонажей подобной Механики Ну то есть Там у Тимбера Много стойкости Да, он тоже много Дэмэджа может впитать Но Больше чем Бристлбек Наверное Никто не может Впитать урона Поэтому если вам нужен Идеальный Такой Фронтлайнер То лучше чем Бристлбек героя нет Ну если речь заходит О героя Который вам нужен Только с точки зрения Чтобы потанковать Потому что Фронтлайнер Ценится не только Тем что он может Впитать урон Но и тем что он может Первым начать драку Синициировать То есть такие фронтлайнеры Как Магнус Тайкхантер Сенткин Тот же самый Они более популярны Потому что у них Как раз и есть Вот эта вот фишка Они могут подстанеть Если что А Бристлбек Он такой знаешь Очень Чил герой Это если ты хочешь Знаешь еще Левой рукой В это время Чаев попить Поесть печенье Очень удобно Бросайте его вперед У вас есть в драке Ну секунд 20 есть Сориентироваться Ну там вы можете Немножко дабл ее поставить Отхлебнуть можно Это точно О драка Пойду поем Возвращаешься Бристлбек убил всех Как почему Непонятно Ну ладно Это все лирическое Отступление В центре Я видел Сенткин Показался на карте Бристлбек его не наблюдал Ночь на дворе И тот был на хэкграунде Поэтому встречи Не состоялось И внизу Нага Очень далеко Спамят иллюзиями Те иллюзии сейчас В спину выйдут Нага сама Поняла Что делать нечего И улетает на телепорте На базу Секрет еще драку У них откатились Основные способности Все поэтому Драка наверняка Им с руки И они В принципе Врага могут провоцировать На эти драки В частности Пушим Строение Пуш потенциал Очень высокий Тележки идут От крипов избавилась Нага Иллюзиями Там за спиной Видишь У секретов Крип скипнул Койква Но вот тележки По прежнему живы И тележки доехали Ультимейт Наги Так Будет ли тут что-то Происходить Просто меняют позицию А висп гирокоптер Не здесь Вообще Без шуток Сикретам придется отступить Потому что Пушить котла Которые блондинг лайтом Постоянно откидываются Не так-то просто Прожимается еще Фортификейшн А гирокоптер с виспом Уже дошли до хайграунда И они сейчас Очень быстро будут ломать Отсюда уходит Пупей Мидван Пока что здесь Еще один блондинг лай Там в топочу Телепортируется шейкер Шейкер готов нападать Но если что Тут тайга может попытаться Сделать релокейт Нужен хороший Эхо слайм сейчас И как-то надо Да Вот он релокейт И нечем сбить Нечем сбить А в боте должна Развернуться сейчас Очень-очень опасная драка Для команды Сикрет Потому что Они большинство героев Отправили Ну как Двух героев Отправили в топ Но там шейкер и цемк Это тоже очень важные персонажи Отступили Там месят Месят Бристлбека По-прежнему Посмотри Окружили иллюзиями Работает Кримсенгард Его очень тяжело побить Разменяли Бристлбека На виспа Более чем удачный Размен для шведов Забрали Т3 Тавер Макроигра От Альянс Мое уважение Мое уважение Альянс играющий с виспом Ну Сейчас У олдов Скупая мужская слеза Потекла По щеке Да Как я люблю говорить В такие моменты У факера Татуировка начинает светиться Мне кажется Когда Т3 Альянс Вообще что-то выигрывает В доте Иллюзии В боте заспамнились Очень хорошие руны Как для морфа Так и для Наги Размен Т3 вышками Да То есть К шрайнам Есть доступ И у одних И у других Игроков Агоним на шейкере И хекс И хекс на котле Ну просто Вот такой вот котл Да Форстаф и хекс Почему бы нет Да Когда тебе Пару сотен Крипов позволяют За игру убить Хотя ты вроде бы Исап Очень боится Вообще таких Вещей Когда Кто-то из врагов Покупает резко хекс Потому что ты Все-таки бегаешь Не полностью в силу Перекаченный Здоровья у тебя Может оказаться Не так много И какой-то Рандомный хекс Ты ловишь И все Надо линку Конечно же В драке ему Не очень страшно Потому что БКБ он прожимает И сквозь БКБ Нечем вообще Работает Разве что Нага может Сеткой Это сделать Но глобально Но глобально Способностей Не так много Которая тебе Линку Сбивает БКБ Но и БКБ Все меньше и меньше Морф Достаточно раньше Достаточно рано Собрал этот артефакт Поэтому Скоро Пятисекундная БКБ Будет у морфа Я думаю Инсейния Своё может Подождать Он всегда Стоит вне базы Вне драки Точнее Всегда Забрасывает Задувку Издалека Поэтому Переждать БКБ Точно может Пока Пока Все преимущество Сикрет Растаяло на глазах Шикарный выход От Альянс На верхнюю линию Хороший размен Для них Умирают коры У Сикретов Альянс Все держит Под контролем И герои Становятся Все сильнее и сильнее Никак не отстает Гирокоптер От Морф От морфа Всего 2000 Это не считается И потихонечку Нага тоже фармит И становится Все сильнее Миги Колдаун По двум героям Но поддержки У Миги Пока никакой Миги Просто уходит Поближе к Т3 вышке Последний Т2 тавер У Альянс Упал Неужели Сикрет Не будут пытаться Как-то Наказать Альянс За потерю Виспа У него нет Байбека В данный момент Так Аниша ушел Аниша с траволами Ага Так Интересненько Здесь Медведь Получает очень много Дэмэджа Пытается напасть На гирокоптер Гирокоптер Под Кримсингардом Отступает Вейформ Оооооо Как ниша Начинает раздавать Ты посмотри на это Всех отступили Кримсингард Дэмэджа Конечно вышла Немного Но это выглядело Очень красиво Когда он Влетает вам на базу Действительно симпатично Ну отогнал Команду В итоге можно На халявку Забрать Шрайн Гирокоптер Сюда просто Не успевает и драться тоже не хочет. Там БКБшки были прожаты со стороны Alliance. И отступаем. Все равно, по сути, ничего глобально не потратив, вы забираете еще и одну из опций выйти из базы. Как-то на телепорте в спинку зайти, когда вы Т-3 вышку будете когда вы бараки внизу попытаетесь спушить. Шрайны особенно важно забирать под третьего Рошана. Ибо байбеки и телепорты на шрайны могут изменить вообще на корню там ситуацию, которая складывается. Понятно. Нижний шрайн сильно Рошану не помогает. Ну, тем не менее. Пусть какие-то денежки, мобильность рядом с секрет-шопом. Там тоже бывает удобно подраться. Там все-таки хай-граунд в конце концов у тебя. Если ты там займешь позицию, соперник поднимается, то в него удобно скиллы закидывать. Нижний очень хорош под пуш. Если вы все-таки хотите дотащить эту линию, лучше чтобы вам в ухо никто не выходил с телепорта. Особенно после байбеков. Очень часто герои возвращаются через шрайн. И вы можете их просто не ожидать. А в пылу сражения где-то не завардили, инфы нет. И все. И котел стоит и задувает. Вы не понимаете, почему у вас так хп быстро. О, морф превратился в нагу. Смотри, эти иллюзии. Уродцы такие бегут. Довольно сильные, конечно, вообще любые иллюзии морфинга. В террор блейда превращается, в нагу, в каких-то там других иллюзионистов, у которых тоже можно иллюзии насоздавать. ПЛ-чик. В конце концов. Да, ПЛ-чик тоже. Иллюзии очень, очень мощные у этого героя. Как ни круто. Бокси на краю Сен-Сторма стоит. Поставили вардик под ноги Бокси. Он бы и рад уже уйти, но его продолжают держать. Зай пошел первым номером. Койква прошимает. Смотри, смотри, что в топе происходит. В топе игрокоптер с виспом уничтожает линию и сейчас задача Альянс задержать Сикрета в топе. Медленно, на самом деле, очень пока медленно несут вышку. Надо попробовать выиграть драку Сикрета, раз они не хотят просто так отдавать свой лайн. В это время работает ультимейт Катлак. Ломают этот шарик. Возвращается Микки. Микки под БКБ. Расстреливает всех под флаг Кэноном. Сильно просел по здоровью Зайна. Все еще живет. Эхо слэм он шейкер. А Микки зацепили. Все живы. Зайна лоу хп, но продолжает жить. Потеряли только Кристал Мейден в данной драке Сикрета. Она уже несется сюда на всех парах. И в итоге гирокоптеры и виспас забрали. Те выкупаются и сразу на отступление Сикрета. Жмут на газ. Ехать отсюда как можно быстрее. Драться против гирокоптера второй раз не хотят. Цемка байбэкнулась и ботом обе команды очень много дэмэджа внесли здесь. Но мы видим то, что Альянсам все равно немножечко урона не хватает. То есть в то время, как они потеряли виспа достаточно плотного героя 2000 хп там с меккой и гирокоптеру, у которого тоже стойкость какая-никакая имеется. Сикрета потеряли только Цемку. Ну и Т2 Тавр. Не Т2 Тавр. Прошу прощения. Бараки тоже не забрали. Альянс, что конечно опять делает равноценными эти размены. Но посмотри на золото. Все равно пассивно Сикрета больше зарабатывает. Эту драку так или иначе выиграли. Корот заставили байбэкнулся и ближайшие несколько минут все играет именно на руку стороне Рэдди. Ну вот эти 12 тысяч, они распределены скажем так, между пятью персонажами Сикрета и это не выливается в какой-то супер слот, который вообще на корню меняет игру. Если бы это было бы там 25 тысяч это было бы действительно ощутимо. А так тут в принципе и у Марфа давно есть артефакты, и у Лондруида давно есть артефакты. И вот третьего Рошана сейчас Сикрета кажется забирает. А это же третий Рошан, правда, у него есть Шард. И соответственно там два Эко может быть или не знаю может быть два Блэккинг Бара там кому-нибудь есть смысл отдать. Там Марфу какому-нибудь. Да, вот видишь, он Морф хочет Аегис забрать, да? Шард вроде там Лондруид забрал. Главное, чтобы не Бристаллбэк. Ну, забрал Бристаллбэк, но ему он особо не нужен. Там... Климсоном особо не бафнешь. Да, я думаю, он сразу же. Короче, нужна рапирка. Чтоб Квиллспрей почаще кастовать. Один раз чаще кастану. Нужна рапирка. Сэнку зарезали. После байбэка. 109 секунд. Не знаю, глобально выльется ли это хоть во что-то. Но это две минуты спокойной жизни для Альянс команды. Соннаги отрезали Сэнк Кинга. Тут надо, мне кажется... А, это спейс. Там в топе, в топе, посмотри, уничтожают бараки. Это минус оранжевый барак. Медведь телепортировался и рыкнул. Сюда подходит настоящий Медван. И Медван очень зол, потому что на его хату тут напали. И он не собирается просто так прощать своих обидчиков. Виспа убили. Вис без байбэка. Гирокоптер тоже умирает. Мы видим это по мини-карте. Ему плохо. Он еле-еле там, кажется, как-то спасается. На телепорте, да. Просто на телепорте. БКБ телепорт. Ушел кое-как. Вот тебе и макро Альянс. Посмотри, барак упал в топе. Почти сломали всю линию. Они почти донесли второй. Барак. Не этот барак в топе упал. Это кому так плохо? Это плохо Бристалбэку, да? Похоже на то. Сыр. Пайп. И живой. Еще одна ракета. Кому шар передал он. Вряд ли же использовал. Шейкеру. Шейкеру, конечно. Это самое очевидное. Конечно, два БКБ тоже круто, но там у парней слотов уже нет. Вот этот шард. Лучше все-таки два эхо слэма впилить. Опять нападение на Зая. Микки пошел вперед. Дизар получает. Зай тут же его останавливает. Хорошая тема. Зай может до него добираться без особых потерь. Там иллюзии... Бараки уничтожили? Да, ранжевый барак иллюзии поломали. Иллюзии ниши. Вот этот такой адептив страйк грейженный на 25 уровне. Я так понимаю, у него талант. Двовой формы, конечно, тоже круто. Да. Мультишот адептив страйка. Собирается Сатаник покупать ниша. 8 тысяч у ниши на руках. Вот оно и выливается в супер артефакт. Супер преимущество. Койку, смотри, с Сильвереджем хочет убить Бристалбека. Как ты думаешь, справится он с ним? Я думаю, да. На самом деле, да, он ману быстренько выжжет. Он может просто его не успеть убить. Я вот что думаю. Или даже не хочет с ним сражаться. Да, он решил просто скипнуть крипов. Здесь отправляет иллюзии. Аркейн руна. Висп через 8 секунд заспавнится. Так, аегис там по-прежнему должен быть у Сикретов. На морфе, по-моему, он был. Да, вот он. Сыр прожали. Шард по-прежнему есть. Деньги на Сатаник. Один из артефактов Рошана только умудрились использовать Сикретов в этом сражении, таком размытом, которое было вроде то в топе, то в боте, то на базе Сикрет. Переходим в ту стадию, когда у коров уже не хватает слотов. Надо уже что-то в рюкзак перекладывать. Я заметил, кстати, что с каждым крупным патчем добавляют вообще героям дополнительные слоты. То есть сначала у нас появился бэкпэк. То есть раньше, когда ты достигал такой стадии, когда у тебя очень-очень много слотов, ты за собой курьером отил. Да, да, да. Ну, нет. Но это прям совсем-совсем рано. В суперранней доте. Тогда даже двух курьеров умудрялись покупать. Вот как раз OG старенькие так играли. Но они не только для этого брали. Они брали для того, чтобы варды было удобно таскать. Это я, кстати, считаю, что зря это убрали. Потому что таскать вот одним курьером варды, чтобы саппорты брали, а другой курьер, чтобы служил исключительно для того, чтобы артефакты использовать. Это очень такая интересная фишка, очень важная, я бы сказал. Сон маги со спины подходит койква. Но стоят далековато. Для одного прокаста, кулдауна там или эпицентра. Ну, далеко разошлись. Но в итоге есть подкоп по Ниши. В это время Хаслэм в ответ. Виспа очень быстро забирают. Микки стоит один. Мидван расстреливает Микки. Морк все еще живет. О, Морфа много урона. Ниша бежит и ищет следующую цель. И могут забрать Микки, если еще раз фыркнет на него Бристилбек. Тот пошел. В невидимости находится... В невидимости находится Герокоптер, поэтому не мог за его догнать. И Гера уже ушел на базу. Уже восстанавливает себе КП. В это время Энсения погибает от рук Шейкера. Правда, Хекс очень своевременно выдает. Подкоп по Койфик. Морф просто божественно играет. Ниша подкоп по двум персонажам. Забирает Герокоптера, не выпуская отсюда. И Зай фронтлейном просто выдавливает всех под фонтан. Очень похоже, что драка будет последней в этой игре. И не потратили, если я не ошибаюсь, Аэгис. Он все еще есть на морфе. Сатаник прожал. Восстановил себе все здоровье. Стоит Зай под фонтаном. Классно поиграли. Хороший герой, говорит Альянс. Спасибо, мы сейчас выйдем. Красивая игра. Молодцы. Мне, честно говоря, очень понравилось то, как сыграли Альянс. Я ожидал здесь просто разноса вперед ногами. Тем более такого драфта, как у Альянс был. Потому что там непобедимый медведь. Вот этот вот Бристлбэк, который стоит чуть ли не фрифармит в топе. И морф, который в миде выигрывает нагло. Я думаю, что Альянсам тут максимум они 30 минут кое-как за счет котла продержатся. И больше ничего не смогут сделать. Но они молодцы. Очень круто сыграли в макро. Вот эти вот решения, что мы заставляем заснуть соперника на нашем хайграунде. В этот момент гирокоптер с виспом ломает хайграунд им. Просто чуть-чуть вот не хватило урона. Будь у гирокоптера больше дэмэджа, он бы успел, допустим, одну линию поломать за время сна. Потом другую переключиться или Т4 побить. И у Сикрет могли просто сдать нервы. Мне просто, знаешь, что показалось? Если вы хотите реально играть в макро через сон Наги, то возникает вполне логичный вопрос, почему этот Нага Корр и почему она топ-2 Нетворс имеет. Это ведь могла делать и Нага четверкой. Это могла делать саппортище Нагой, если реально в этом был план. Но понятно, что это уже был выход из проигранных линий. Конечно, план был не в этом. Потому что Нага, как Корр-персонаж, сама по себе очень сильна. Довольно больно бьет, выжигает ману. Но тут никак она не может себя проявить. Я понимаю, жизнь заставила. Которую игру мы уже, наверное, четвертую или пятую смотрим с этой Корр Нагой. И все никак она не может себя реализовать. Но на самом деле, если в темп Нага идет хороший, она очень много дэмэджа наносит, ее тяжело убить, и с ней сложновато справиться. Ну, посмотрим, с удовольствием посмотрим на такую Нагу. Пока действительно все кривовато получается. Ну что ж, поздравляем коллектив Secret, конечно же, с победой на первой карте. Давайте пообсуждаем и проанализируем то, что мы с вами наблюдали. Передаем с того студии аналитики. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok